Всем привет, бонжур, хеллоу! Сегодня у нас специальный выпуск. А теперь сенсация, разрывающая мозг. Адекватный парень Джон Голдмен решил пройти пешком от Монреаля до Ванкувера. Смотрите подробности. Здравствуйте, друзья! Сегодня мне бы хотелось представить нашего героя. Зовут его Джон Голдмен. И этот человек, который решил пойти далеко. Всем привет! Монреаль, Канада. Ждите меня! Жень, и вот накануне подвига ты бы не мог рассказать, что, зачем, откуда пришла такая идея? Решение не простое, но прошу не называть это подвигом. Подвиг будет, когда я сделаю это и дойду до Ванкувера от Монреаля. Это пять с половиной тысяч километров. Расстояние по времени займет порядка 8-9 месяцев. И акция, которую я хочу возглавить, и хочу донести людям, которая будет под названием Never Give Up. То есть по-русски это «Никогда не сдавайся». Чтобы показать людям пример, прежде всего, конечно, это себе. Доказать, что я могу физически это все осилить, что физические свойства человека невероятно скрыты. Ну, и донести людям те, которые оказались в подобной ситуации, не только, которые много жалуются на жизнь. И быть примером, скорее всего. Ну, прежде всего, это для себя. Я долго готовился, сомневался, но я его принял. А пришел я к нему по той причине, что я имел не очень хороший эпизод в своей жизни. 17 апреля прошлого года я попал в аварию, в автокатастрофу, после которой оказался в больнице города Мандриаль Сан-Крикер. Я заставил себя встать, я поменял профессию, которая опять помогла мне физически окрепнуть. Я стал стричь людей, делать удивительные прически для себя. Понял, что тем, чем я раньше занимался, 15 лет работая в снабжении, это не мое. Ну, а ты уже знаешь, то есть, по лесам, по долам, то есть, какой-то есть уже план? Ну, леса, дола, я думаю, что будут встречаться в моей жизни, безусловно. Но избежание риска я избрал дорогу, которая параллельно тем хайваем, которая пролегает вдоль Канады, начиная от Мандриада. А также я имел встречу с удивительно замечательным человеком, который поведал мне много секретов и поделился своим опытом. Его зовут Джан Бельвю. Это человек, который ушел в 2001 году из Монреаля, обошел 64 страны мира, обошел всю планету, все континенты. Провел, да, за это время заняло у него 11 лет. Я далеко не героический персонаж. Есть люди, которые достигли более высоких вершин. Но в моей ситуации, в моем случае, я поставил перед собой цель пройти Канаду. А как ты с ним познакомился? До принятия решения я стал интересоваться, спасибо интернету, соцсетям, я стал интересоваться, существуют ли люди, которые прошли, сделали для себя этот путь и осилили это. И я увидел информацию об этом человеке, стал искать, копать, зашел на его официальный сайт и стал писать этому человеку письма для того, чтобы встретиться. Объяснил ему, что я планирую 17 апреля 2018 года пойти, что эта акция будет приурочена им под названием на Лигерап для того, чтобы показать людям, что человеческие возможности издаваться никогда нельзя. Да, у меня есть от него его автограф личный. Я храню его и хочу взять с собой. С людям показывают тоже, что существуют такие люди. Можешь посмотреть, Фаддиль. Этот человек для меня он легенда. Да, действительно, легендарный человек, который смог обойти пешком такое большое количество стран, мест. Реально, получается, представляешь дорогу, то есть у тебя есть уже какая-то карта или есть уже точный маршрут, по которому ты пойдешь? Мы обсудили с Жаном мой путь, он мне предложил воспользоваться его опытом. Я имею отличный на картах мой маршрут, имею также города, по которым я буду уйти. Это порядка 65 крупных и мелких городов. Это надо было пройти все провинции Квейбек, Онтарио, Виннипек, Соскочеван, Британская Колумбия тоже будет в конце, Ванкувер. Перед Британской Колумбией и много разных людей, которые будут сейчас у меня по пути. Почему я назвал свою страницу в фейсбуке Golden People Canada? Это чтобы не показать, какие они снаружи, а увидеть и показать этих людей, какие они внутри. А сколько километров ты планируешь пройти в этом пути? Сколько в день ты будешь проходить? Значит, для того, чтобы достичь цели пять с половиной тысяч километров, я должен ориентироваться, дисциплинировать себя на 35-40 километров в день. То есть это займет, по моим подсчетам, восемь-девять месяцев для достижения этой цели. Ну, а у тебя есть тоже какой-то план? То есть где ты будешь ночевать или будешь скучаться в первую попавшуюся дверь? Существуют разные приемы, которые, опять-таки, поведал мне этот человек. Во-первых, на пути будет встречаться первое, что я хочу, конечно, заходить в салоны красоты, предлагать свои услуги, чтобы, опять-таки, смочь пропитать, дать себе возможность пропитаться и позволить. Все же мы зависимы. К сожалению, от денег мы зависимы. Финансовая сторона здесь неотъемлемая часть существования человека в нашем мире. Вот. Салоны красоты. Хочу увидеть разные техники, которые используют те или иные мастера, которые будут мне встречаться по моем пути. И, опять-таки, существует масса приемов, где бы я смог остаться. Это все в моих руках. Ну, а можешь рассказать, какие это приемы? Первое, на что я надеюсь, это, конечно, сеть салонов, которые будут встречаться у меня на пути. Церкви. Это что мне поведал Жан Бельве. Пожарные участки, полицейские участки. И дома для людей, которые нуждаются в месте, где можно было перенечать. Ну, а также у меня есть моя любимая дорогая палатка, которая будет сопровождать по моему пути все это время. У тебя есть уже какой-то опыт? Ты умеешь ставить палатки, школьные походы, игра зорница? Не, ну, безусловно. Мы все выходцы из Советского Союза. Все мы имели опыт зорниц, походов пионерских октябрятами. Выходили за территорию наших школ. Существует опыт, но не богатый. Но все в наших руках. Страх. Я не вижу смысл бояться. Страх это самая большая наша проблема, которая нас останавливает. Вот я могу себе легко представить такую ситуацию, когда, условно говоря, ночь. Ты совершенно один. Твоя батарейка на телефоне села. И что ты тогда будешь делать? Как ты будешь выживать? Думаю. Я об этом, безусловно, думал и думаю. Продолжаю планировать мою реакцию в подобных ситуациях. Ну, во-первых, давайте начнем с того, что мы не на таком уж диком западе. Здесь медведи-грызли отсутствуют. Но, тем не менее, существует мир животных, которые могут быть агрессивными в силу голода. Это послезимний период. Безусловно, надо относиться к этому с опасением и предугадать подобные ситуации. То есть для этого существуют отпугивающие средства, которые я приобрел. Это не проблема в наше время. Ну и, естественно, не показывать свою боязнь. Это отпугивающие средства в виде звуковых элементов. Службы государственные в курсе. Ну, это Facebook. Отслеживайте. И у меня будет телефон всегда с собой. Я не знаю о моем маршруте, который я им указал, показал. И не имею представления, где я могу находиться в тот или иной момент. А что ты еще берешь с собой в дорогу, в путь? Я практически приготовил все вещи, которые я буду брать с собой. Перечислять это будет очень долго. Но я отмечу самые основные. В пути меня будут сопровождать специальные приспособления, которые используются для провоза детей. Которые цепляются за велосипед. Это шариот. Хорошего качества. Я долго выбирал, смотрел. Ну, опять-таки палатка. Слипбэк. Матрас надувной. Сейчас земля же у нас не прогрета. Поэтому я предусмотрел это тоже вариант. Ну, часть одежды. Запасная обувь сменная. И протекшн против дождя. Много-много. Еще много разных вещей. О которых не стоит зацикливаться. Но я отметил все основные вещи, которые я с собой приготовил в этот путь. Я взял комплект теплых вещей. Шерстяных. Ну, в силу того, что я отправляюсь в путь в апреле. Это весна, которая у нас очень короткая. До сих пор не начнется. Никак. Я надеюсь, с моим отправлением придется таки лето уже больше. Сразу же. В Монреале. В всю Канаду. Которая будет опоясана всю центральную Канаду. Хорошо. Ну, то есть, можно так сказать, что ногу в Атлантическом ты уже окунул. Свою ногу в Атлантическом океане окунул. И теперь окунешь ее в тихом. То есть, когда ты прибудешь в Ванкувер, как ты будешь возвращаться? Как ты планируешь? Ну, во-первых, сказать очень сложно, когда я прибуду. Есть только прогнозы. 8-9 месяцев я повторяюсь еще раз. Следите за информацией в Фейсбуке на моей личной странице, которую я завел для этого проекта, которая будет называться Golden People Canada. Ставьте лайки, распространяйте информацию. Уверен, что путь пройденный со мной будет для вас интересен. Но в конце пути, при достижении моей цели, да, безусловно, я планирую вернуться по самолету. И в добрый путь снова вернуться к обыденным делам. Утром на работу, вечером домой. В конце месяца заплатить по всем счетам. Мы желаем тебе счастливого пути, чтобы твой путь прошел благополучно, хорошо, чтобы ты получил от него большое количество удовольствия, и все, все твои планы обязательно, обязательно свершились. Большое спасибо, ребята. Вы делаете огромное доброе дело для людей. Смотрите, привет, бонжур, халлоу. Эти ребята замечательные профессионалы. Они делают для вас сумасшедшие интересные передачи. Молодец, спасибо. Спасибо, Джон.